Разрешение на работу после учебы. Ну тоже, я обычно, я же сама училась тоже в Канаде, и я стараюсь студентам как бы предупреждать, что понимаете, что изначально вы будете начинать с каких-то более низших позиций, entry-level позиций. Это зависит тоже, опять же, если есть хорошее портфолио, во время учебы студенты были вовлечены, и у них уже есть какой-то багаж, то, в принципе, работодатели уже есть на что посмотреть. Если, как вы сказали, студент пассивный, в принципе, есть какие-то кандидаты лучше на работу, то выберут тех, у кого оценки были лучше. Это тоже влияет, на самом деле, это является показателем, насколько вы готовы трудиться, насколько вы хотите быть успешным. Оценки влияют, влияет опыт предыдущий, и влияют ваши коммуникативные навыки, на самом деле, то, как вы ведете себя на интервью, то, как вы с людьми общаетесь в Канаде, это очень важно. Вот, в плане, опять же, сказала, что есть карьерные центры, да, у нас в университете есть, во многих других, в принципе, в Канаде это вообще очень популярное, обычное дело, да, везде, при каждом колледже есть карьерный центр, где помогает студентам. Ну, кроме того, у нас ряд программ есть, которые включают в себя КООП, да, или практику, то есть практический опыт. У студентов есть возможность, мы помогаем тоже с этим пройти вот этот практику, им за это платят, например, компьютерные технологии программы, да, включает такой КООП. До выпуска, в принципе, с дипломом у студентов уже будет рабочий опыт канадский. В этом прелесть вот этих программ КООП заключается. А какой период рабочего опыта должен быть? КООП, два, пять и когда-нибудь? Я, давайте я вам расскажу слово.